МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гриб, парагриб, аденовирусы. У Гомельской области региструется подъем на сезонные захворвания. По таздымке на шкле у Гомельскому музею фотографии и друку открылась выстава белорусский Амбратип-2. А зараз об этом и иншим больше подробязна. От працы предприемства до международного супрацовництва. Такий спектр тем обмерковывали сёння на нараде президента с керавництвом Совета Министров. Сустреча с экономичным блоком у Рады з'является традиционной. Практика промога диалогу по системных питаниях показала свою эффективность. На парадку обмеркованья пакет законопроекта, у яким будет сприять поляпшению инвестицийного климату и ведение бизнесу. Уличываючи, что документы закоронают широкое коло интересов, на нараду были запрошены керавники парламента, комитета держконтролю, администрации президента и некоторых держорганов. Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции, развития, вопрос таможенных процедур и таможенных дел. Правительство внесло предложение по повышению эффективности работы отдельных предприятий. При этом еще раз хочу напомнить, никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложение по 10 раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили, обещанные. Только после того, как, извините меня, в очередной раз напоминаю, руководители пойдут в места не столь отдаленные, тогда мы будем рассматривать предложение второй и третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует, провалили обещанные, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору. А бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера. Точки зрения в наличии, не одна точка зрения, множество точек зрения. Поэтому выслушаем каждого и примем соответствующее решение. Что тишится повышение эффективности работы предприятий, у позиции Александра Лукашенко не изменная. Если государство оказывает поддержку, то имеет право различить на выник и на выполнение взятых обязательств. Контролировать термины вертания средств в таких случаях, доручение держконтроля и администрации президента. Кировник государства нагадал об принциповом питании отказности не только кировников, но и у Рада. В этом сенсии есть позитивные приклады. В приватности работа предприятий Гомельшкло. После того, как заводу подставили плечо, удалось выйти по выникам 2018 года на рентабельную працу. А вот максимальные меры по цементным заводам обмерковывалась ситуация в Галине. Это еще вопрос, что Рад пропадает варианты. По выникам на Рады, первый вице-премьер так само поведомил, что в ближайший час чекается принятие документов, накерованных на дальнейшее поляпшение делового климата и повышение инвестиционной привабности Беларуси. Один из блоков рассматриванных вопросов у президента были вопросы улучшения делового климата в нашей стране, инвестиционной привлекательности. Поэтому основные вещи были поддержаны главой государства. Но, безусловно, мы сделали акцент, скажем, уже на практику применения определенных норм законодательства уже за историю нашей страны. Поэтому необходимо будет нести определенные корректировки в предлагаемые документы. Но, скажем так, концептуально основные те вещи, которые в них изложены, в его государство были поддержаны. Что касается сотрудничества по международной линии, то на Нараде так само разглядались питания у сферы мытного взаимодействия на просторы СНД, которые полегчат працу и контакты мытных органов. А так само в центре уваги было сотрудничество с международными финансовыми структурами. Говорка об финансовании Европейским банком реконструкции и развития проектов УЖКГ. Комитет Державной майомости Гомельского облаканкама планует провести завтра на Раду по пытаниях утягнения у оборот объектов, которые по коль не выкористовываются. Зараз разумова идет прикладно об 1400 будинках. С реальной ситуацией ознайомился Олег Синсерову. Еще в 2016 году на территории населенных пунктов Гомельской области наличивалось свыше 5000 объектов у сих формы уластности, которые не выкористовывались. За два минулые годы их количество сократилось больше как у троя. По утягнению объектов у господарчей оборот летость Гомельщина стала лепшейся рот области Беларуси. Але это не подстава для переможных справоздач. Тем больше, что для широкого субъектов господарня закрытые на замок будинки, это додатковые изусим немаленькие затраты на балансе коммунального предприемства «Советская». Неколькие объекты, от которых у свой час отмывили все попередние господари, некольких разов их уже сдавали у аренду, але чекаемых а вынеку не досягнули. Свободные нежилые помещения, затраты по ним кожуруб «Советская» несет за счет собственных средств. Это затраты по амортизационным отчислениям, налог на землю, налог на недвижимость, а также в зимний период оплата за отопление. Так как все помещения у нас находятся на первых этажах жилых домов, стараемые отключить, отдельно от жилого дома не имеются возможности. Для больш эффективного выкрасывания майомости и, как следствие развития экономики региона, у Гомель об майомости пропонуют активизовать работы по продаже объектов, которые не выкрасываются, плюс приведение больш активной рекламной кампании и оперативное принятие решения о распоряжении майомостью. А после тем больше важно, что некоторые будинки пропонуются для продажи десятки разов, але жадаемых вынеку досягнуть никак не отривляется. Войкова-72 и Войкова-74 некогда тут находились музычные школы. Некоторые гомельчане еще памятуют, как ходили сюда учиться пригожему. Зараз объекты выставлены на продаж, але 18 проведенных торгов оказались безвынековыми. У Снежной минулого года Гомельский гарвоконкам принял решение продать каждый из объектов за одну базовую величину. Селета работа по утягнению объектов началась с самого начала года. У господавчика оборот уже утягнуто 13 объектов, еще 18 знесены. У спецопошник трапили в основном будинке, якея находится в аварийном стане. У целом на 2019-й у Гомельской области плануется продать 400 будинков. Одночасово будет осмотрен контроль за выкористанием объектов, якея некогда находили новых владельников. Факты, коли набитые будинки не выкористовываются протяглый час, пакулище – не выключение. Есть, к сожалению, недобросовестные, которые приобретают имущество и по истечении нескольких лет их не используют. Поэтому в рамках законодательства мы данные объекты возвращаем обратно в государственную собственность. Таких объектов у нас возвращено уже более 30% от проданных за последние 10 лет. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». 36 тысяч, прикладно стольки человек, летость звернулася у органы по праце и занятости Гомельской области за допомогой у праце у Латкованне. Брифинг, присвеченный гэтэй теме, прайшоу у Аблвы Канкаме. Большасти, амаль 27 с половой тысячам грамадян, працевные месцы были зноедены. 380 человек отримали субсиды для открытия уласной справы. Дареча, и сёля та лишба будет не меньшей. Плануется, что допомогой у организации бизнеса смогут скорыстаться коля 400 человек. Сумма субсиды складая 11 бюджетов прожиточного минимума. Частка же хару региона, які ожидали праце у Латковаца, у минулым годзе прайшли перенавучанне у службах занятості. А молодым людям летость активно допомагались першим працевным местам у межах молодежной практики и інших проектов. Пропановывали суискальникам и часовую занятостю в выгляде громадских работ. Своя роля у питанні праце у Латковання и за комісіями по занятості, створенными у регионе у межах реалізації декрету номер 3. Таких комісію в області 25. З їх допомогой, неглядзіця на непротяглый час работы, працу знайшлі 3 тисячі чалавек. В настоящее время продолжається работа с гражданами, которые являются трудспособными гражданами, которые включены в базу данных, которые не заняты в экономике Республики Беларусь. Поэтому комісії, которые созданы в районах, продолжають работу с этими гражданами на предмет оказания им содействия в их трудоустройстве либо легализации, если они занимаются какого рода экономической деятельностью на территории Республики. В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы в феврале месяце, весь февраль, дать возможность этим гражданам подтвердить свою занятость и тем самым быть исключенным из этих списков. Реализация девяти проектов замежной допомоги, допомога беженцам и праца уладковання молоді. Гомельская областная организация беларусского товарыства червоного крыжа сёння подвела выник идейности в минулым годе. Догляд со старылых по месту жихарства, навучання насельництва казанню першей допомоги в отповедності з европейскими стандартами, проведення мероприемству по профилактиці расповсюджування таких захворванів, як снит і туберкулёз. Дзейность беларусского товарыства червоного крыжа зараз зашитявляється одразу по некальких накерунках. Пригэтым разом со штатными супрацовниками активный удел мероприемствах приймають волонтёры. Почас посадження президуума обласної організації огучваються соціально-значні проєкты, які реалізовуваліся у минулым годі. А маль 600 переселенців отрималі ваучары на огульную суму у 130 тисяч рублёв. Пригэтым лєтась за допомогой звернулися громадяні 82 країн у темліку Сіры, Тангалескай республіки, Індии, Бангладеш. Открыты кризісны центры для соціалізації людей, які опынулися у тяжким життёвым становищі. На його реконструкцію і оснащення було затрачено амаль 80 тисяч рублів. У темліку спонсорські сродки. Паширив свою дійність праєкт «Няні червоного крыжа». Тепер догляд дятей-сірот життєвляється у медицинських установах Гомеля, Мазыра, Речице і Жлобіна. Не застався червоний крыж у Баку і от процесу допомоги молодым людям, які жадаюць працолодкавацца на території в області. Показання содійства в трудоустройстві наиболее уязвимым молодым людям і середі мужчин і жінчин. Тоже, на наш взгляд, це дуже важний момент, коли молоді люди, використовуючи опит общественних організацій, використовуючи опит свій життєвний, можуть трудоустроїться, знайти роботу. І це зроблено, прежде всего, для того, щоб люди не уїжджали в поисках роботи за територією області, за територією країни, а мали можливість легально працювати, реалізувати себе у себе вдома. Гриб, парагриб, аденовірусы. У Гомірській в області регіструється подйомно-сізонне захворванні. 70% захворелых дітів в зрості от 5 до 14 годів. У опошній тідзень на повеличення колькості зворотов у медустанови поуплывало потеплення. Сырое надвор'я і вірусам у вільготным повітрі розповсюджуватся більш легка. Тому зараз самая головная профілактика. Яна заключається у індивідуальній гігієні, пазбяганні шматлюдніх місців і контакту з хворымі, проветріванні пам'яшканню, використанні при необхідності ахонних масок. Што до грипу, то в гэтым сізонне циркулюють штамы А і Б. Менавіта ад їх прасшаплялі у восінь. В сізонному під'ємі заболіваємість ореї гриппом чисто гриппозне заболівання составляють от 17 до 23%. І параллельно з гриппом також циркулюють і інші воздушно-капельні острі респіраторні інфекції. Домініруючі займають аденовірусна, парагрипп, респіраторно-сінциальний грипп і так далі. Аділу внутрініх справ адміністрації Новобелецького районна Гомеля признані лепшим Україні. Гонорове звання коліктів отримав застановчі апакасчики оперативно-службові дзейності у 2018-м годі. Сьогодні тут служать 122 супрацівніки милиції. Под їх обороною знаходзіться 69,5 тисяч жихаро Новобелецького районна, таку високу адзнаку Аділ отримав у першиню і не безподставно. Аналіз оперативної обстановки свідчить, що на сьогоднішній день яна контролюємая. Стабілизувати ситуацію допомогли як профілактичні мероприємства, так і високая воніковасть у розкриті злочинствах. На територію Новобелецького районна в 2018-м году було совершено 223 преступлення различной категории. 15 преступлений, относящихся к категории тяжких і особо тяжких, розкриті. Хочеться б відміць весь колектив Новобелецького РОВД в дістіженні положітельних результатів. Я считаю, що кожний сотрудник, кожний служащий проложил свої усілия к данному дістіженню. Сьоліт операцію працівника Міновобелецького райотделу внутрінних справ ау стоїть задачу спрацювати як мінімум не горш за 2018-й год. І навіть узняти планку яшчі вишей, каб пероходний пріз ім'я батальйона міліцій Константина Рыгоровича Уладзімірова застався у Гомілі. Даречі, за високий професіоналізм оперативно-службовій дійності керівництво управління внутрінних справ Гомільського аблвы Конкама узнагародзі ладзел особіста. Коліктів отримав у распродженні новы службовы аутамабіль. Фотосдымкі на шкле. У Гомільськім музеї фотографій і друку адкрылася выстава «Беларускі Амбратіп-2». Экспозиція виконана у техніці мокрого колодзі, якой більш як 160 годів. На выставі проставлені портрэты і натюрморты чатырог беларускіх аутраў. Мінчаніна Дмітрія Аза, Віцівськага фотографа Алексія Карасьова, Сергія Атрощанкі з Лепіля і Гомільчаніна Вячеслава Бахметова. Амбратіп – гэта варіант колодзіоннага процесу, у выніку якога на шкляных пластінах з эмульсієй отримлююцца негативныя выявы. Калі прикласці да іх чорны фон, здымкі выглядаюць як пазітивныя. На то, як аб наліць эмульсію, зробіць дымок і праявіць яго, у фатографа ёсць не більш як пятнадцать хвілін, інакш колодзій высыхає. Кожная така фотографія отримлюваецца недосканалай, з драпінами ў месцы замацавання шкла і падтёками хімікатов. Але гэта і робіць кадры унікальными. Зараз у Біларусі такім видам амастацтва займаецца толькі шэсть аутраў. ПОЛУЧИТЬ ПЕРЫЙ СНИМОК БЫЛО СРОДНИ КАКОМУ-ТО ЧЮДУ. А всё-таки данный снимок он имеет совершенно другие характеристики. В нём есть какая-то глубина, какая-то магия за счёт того, что всё-таки длинная экспозиция, длинная выдержка. И вот, наверное, толщина стекла. Под особым углом надо смотреть, поэтому свет тут надо настроен. Ну, должен быть определённым образом. Чтоб люди увидели, что это такое. Но это всё-таки немножко отличается от цифровой фотографии, согласитесь. Авторы таксама проводят майстер-классы, на яких жадаючая могут поспробовать себе у ролі фотомастаков минулога. Ближайшый пройдзе 9 лютага. Ён будзе прысвечены безсребному метаду отремання малюнка з допамогай солі у металлов. Вячеслав Бахметов прадемонструе печатку з негативу, стварэння фотограмы, а таксама раскаже об розных способах тоніровання. Записацца на майстер-класс можна у музея фотографии и друку, альбо панумары телефона, які вы зараз бачите на своїх екранах. Гэты, а таксама інші новіны вы можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvergomil.bivay. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за увагу і до новых сустряч у ефіры. Дякую за перегляд! А от других любителей зимней ловли, которые находились неподалеку. Отмечається, що условия були непрості. Із-за тонкого льда подобратися к провалившимся оказалось очень сложно. Помощь оказывалась. При этом провалился под лед начальник спасательной станції. Впоследствии туда еще вынужден самостоятельно был в полонню броситься водолаз для оказания помощи. Вначале они извлекли из воды мужчину 63-х лет, а потом 67-летнего рыбака. Один из провалившихся после осмотра врачей отправился домой, а вот второго работники скорой долго реанимировали, однако спасти таки не смогли. В Калинковичах пьяный мужчина решил пообщаться с бывшей женой и прихватил для убедительности пистолет. С этим арсеналом он заявился к экс-супруге на работу, однако разговор перерос в угрозы сотрудникам. Как рассказали в УВД, прибывшие на вызов милиционеры задержали подозреваемого. Пистолет, который по внешнему виду был схож с пистолетом Макарова, оказался пневматическим. Предварительно установлено, что мужчина был пьян. А теперь к дорожной обстановке в регионе. Согласно данным областной ГАИ, за сутки было зарегистрировано 33 ДТП, в которых, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, в Лельческом районе на трассе Р-36, Мозырь, Лельчицы, Милошевичи, граница Украины, травмы получили две пассажирки автомобиля Пежо 406. По предварительной версии, виновником аварии стал 28-летний водитель. На закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся. В результате происшествия ехавшие в качестве пассажиров 19-летняя и 21-летняя девушки с травмами были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Проект, аналогов которому нет в Беларуси. В Гомеле по субботам ученики 4-6 классов играют в баскетбол. Заявки на участие в чемпионате школьной и баскетбольной лиги подали более 50 учреждений образования города. Турнир долгосрочный. Финал участия в котором примут сильнейшие команды в апреле состоится на главной баскетбольной площадке Гомеля. Создатель лиги областная федерация баскетбола при активной поддержке управления спорта и туризма и главного управления образования обл. Исполкома. Цель проста привлечь детей к занятиям спортом в общем и баскетболу в частности. Ну и конечно же селекция. Тренеры детско-юношеских спортивных школ следят за соревнованиями. Нам хотелось бы отсмотреть перспективных детей не только для баскетбола на самом деле, для всех игровых видов спорта. Привлечь их, скажем так, затянуть в секции спортивные. И вообще в принципе потихонечку приучать их к спортивной жизни. Школьные учителя физкультуры в турнире также видят много плюсов. Воспитание командного духа, азарты, здоровая спортивная конкуренция. К тому же теперь уроки физкультуры для юных баскетболистов одни из самых любимых. Побросать мяч в кольцо дети часто приходят и в свободное от занятий время. Дети учатся командной игре, работать вместе, собрать команду. Изначально согласие дали в основном девчонки, потом присоединились мальчишки. Хорошо, что этот чемпионат проводится совместно. То есть мальчики и девочки играют под общим счетом в одной общей команде. Излишне мотивировать школьников не нужно. Они живут этими соревнованиями. Готовятся к играм не меньше, чем профессиональные спортсмены. Мы начали заниматься этой осенью. На чемпионат города хотели участвовать на нем. И мы стараемся как можно больше заниматься баскетболом по субботам, после уроков. Школьная баскетбольная лига – турнир долгосрочный. И в этом главная задумка организаторов. Дети постоянно находятся в атмосфере соревнований. Игры проводятся каждую субботу на протяжении нескольких месяцев. В каждой команде 12 участников – 6 мальчиков и 6 девочек. Сначала регулярный этап, на котором команды разделены на подгруппы, и потом плей-офф в каждом районе города. Завершится все большим финалом в апреле на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Это тоже хорошая мотивация – сыграть на главной баскетбольной площадке города перед полными трибунами. По планам организаторов, второй сезон школьной баскетбольной лиги будет еще более масштабным и продлится весь учебный год. В высшей лиге хоккейного чемпионата Беларуси состоялись очередные поединки. Оба представителя нашего региона праздновали победы. Гомель-2 дважды на домашнем льду был сильнее второй команды хоккейного клуба «Лида». В первый день «Рыси» учинили сопернику настоящий разгром – 10-0. Во втором матче Виктория получилась более скромной – 3-1. «Металлург-2» также дважды праздновал победы, однако очки Столивары потеряли. В первом поединке против «Могилева-2» дело дошло до овертайма. На следующий день Столивары выиграли в основное время. В турнирной таблице «Металлург-2» располагается на пятом месте, «Гомель-2» – на втором. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».